Дорогие телезрительницы, мы отправляемся в клинику Секреты Совершенства. Здравствуйте. Вас зовут Елена. Очень приятно. Елена, мы сегодня с вами встретились для того, чтобы посмотреть, что же можно вам предложить, для того, чтобы стали еще более красивее, моложе, подтянутее. То есть скажите, пожалуйста, какие у вас есть собственные пожелания? Знаете, ну в общем-то какой-то может быть уход для кожи зимой, потому что зимой она у меня более шелушится. Она более чувствительной становится, а летом более, как говорится, тезонная, более, как говорится, жирная. Ну и в общем-то таких больших проблем нет. А оно, естественно, уход за глазами, потому что в общем-то морщинки стали проявляться больше. Вот этот момент. Хорошо. Давайте мы с вами посмотрим тогда моими глазами на ваше лицо. Я вам скажу, что в принципе, в целом таких серьезных, пресерьезных проблем нет, действительно, да. В первую очередь бросается в глаза, это морщинки вокруг глаз. Что еще есть? Колечки на шее и небольшой куперос на лице. Вот. То есть что мы можем предложить вам? Обязательно сделать инъекции ботулотоксина. Это препараты либо ботокса, либо диспорта. То есть очень будет хорошо на летний, весенний, осенний период, потому что самая активная мимика как раз-таки в этот период. Мы можем с вами сделать эту процедуру, и вы уже забудете про данную проблему. Шелушение, сухость, это все действительно тоже решаемо. Можно сделать процедуру уходовую. То, что касается сухости лица, шелушения, мы вам предложим сделать уходовую процедуру. Здесь будут небольшие пилинги, скрабики, массажики. То есть то, что вам даст отшелушивание, подпитку, ну и в целом хорошее состояние в дальнейшем лица. По поводу сосудистых звездочек, это не патология, это просто косметическое, так скажем, небольшой дефект, который нам не нравится. Мы его можем сделать при помощи радиокоагулятора, либо при помощи фотовспышки, то есть решить данную проблему тоже. Какие у вас есть вопросы? Ну, в общем-то, все понятно. Спасибо за информацию. Олеся, сегодня на консультации участницы нашего проекта вы рекомендовали делать некоторые уходовые процедуры. Но мне вот интересно, сейчас весна, активное солнышко, многие процедуры просто не показаны. Это будет вредно скорее для кожи, нежели полезно. Что сейчас наши женщины могут сделать, чтобы к весне, к лету цвести, как прекрасные цветы? Сейчас рекомендуем из уходовых процедур это массажные методики, которые, в принципе, дадут имподренаж и подтянут кожу, и напитают кожу, и сделают ее более свежей, так скажем, благоухающей. А из инъекционных методик та же самая гиалуроновая кислота, которая нам на лето насытит кожу глубоко-глубоко и не даст ей, так скажем, высохнуть под прямыми солнечными лучами. Рекомендуете ли вы какие-либо пилинги, шлифование кожи в этот период? Нет, конечно. То есть, естественно, если человеку нужно срочно и очень нужно, то мы можем с определенными рекомендациями, с соблюдением очень многих правил, мы можем сделать эту процедуру. Но этого делать, в принципе, нельзя, поскольку все-таки лето, солнечная активность и есть высокий риск пигментации. Итак, дорогие телезрительницы, время отпусков уже близится, лето близко. Прямо сейчас, что я вам рекомендую сделать? Позвоните в клинику «Секреты совершенства», приедите на консультацию к опытному косметологу и записывайтесь на процедуры. Массаж лица, уколы гиалуроновой кислоты. Будьте красивыми и прекрасными. Клиника «Секреты совершенства» – самые современные методики процедуры. Врачебная и эстетическая косметология. Аппаратные и инъекционные методы омоложения лица и тела. Только профессиональный подход. Ваша красота – наша профессия. Улица Пушкина, 117, телефон 272-6999. Сайт www.kssdefisufa.ru Фракционный лазер СО2 – последняя инновация в области омоложения кожи. В процессе этой процедуры уничтожаются микропорции старой кожи. А большое количество клеток начинают активно ремоделировать. В результате этого на месте разрушенных участков появляется новая кожа со всеми свойствами молодой. Благодаря малой травматичности процедуру фракционного лазерного омоложения можно безопасно и многократно проводить для коррекции морщин и морщин на других деликатных участках – шея, декольте, кистеру. Мой секрет совершенства здесь. Женщины Востока с древних времен славятся своим станом, своей гибкостью, тонкой талией. Для того, чтобы развивать в себе эти качества, я предлагаю вам вместе с участницами телепроекта «Пышка худею вместе» отправиться на урок йоги – древнее восточное искусство. Здравствуйте! Сегодня мы проведем с вами занятие йогой. Меня зовут Оксана, я инструктор йоги Айенгара. Позу, которую мы сейчас с вами сделаем, называется Бадха Канасана. Вот Лена нам ее покажет. Вы садитесь на два одеяла спиной к стене, соедините стопы вместе. Сейчас мы посмотрим. Вот у кого три одеяла было, те берут три одеяла. Стопы вместе, как можно ближе к тазу. Если вы пятками дотянетесь до одеялок, это замечательно. Хорошо. Колени в стороны, руки на бедра сверху. Для того, чтобы ваш таз раскрывался, вот наши стопы. Раскрывайте стопы, как книжка к потолку. Внутренние края стоп вверх. А пятками вы продолжаете давить друг на дружку. Опираясь плечами на стену, поясницу от стены. Там, чтобы между поясницей и стеной кулак мог пролететь. Можете сами своей рукой проверить, получается или нет. Хорошо. Работайте стопами. Раскрывайте стопы вверх. Наблюдайте, как это движение воздействует на ваши пахи. А пятками давим друг на друга. Вот вы сидите. Во-первых, когда начинающие приходят на занятия, многие женщины не умеют давить пятками друг на дружке. Пятки вот так в стороны разъезжаются. Нужно учиться давить пятками, прям сильно. А вот я открываю стопы вверх. Или здесь у нас расширяется напряжение. Давайте себе еще немножечко поможем. Внутреннее бедро направляйте в колено. Сделайте эту мышцу длинной. А внешнее бедро вводите в таз. Как будто бы вы сзади хотите, чтобы бедра там встретились. Вот так. Да. Чувствуете, пахи больше открываются? Стопы. Колени в стороны. Стопы. Поперёк не мягко. Заверните бедра вовнутрь. Выпрямите спину. Хорошо. Носки и ног на себя. Теперь посмотрите. Мы с вами сейчас немножко полежим кверх ногами. Перевернутые позы, они очень хорошо воздействуют на гормональную систему у женщин. И ногами мы будем совершать определенную работу. Заверните бедра вовнутрь. Вот у нас внутренние колени. Заворачивая бедра, старайтесь дотянуться внутренними коленями до коврика, на котором вы сидите. Тяните пятки вперед, носки, ног на себя. Соедините внутренние косточки лодыжек. Направляйте внутренние края стоп вперед, внешние края стоп на себя. Вот здесь у нас есть крюки. Вам нужно подтянуть себя так, чтобы таз прижался к стене. Поэтому вам нужно таз опустить вниз, чтобы он немножко провалился. Вот там у нас расстояние. Вот в этой позе вы сделаете всю работу ногами, которую мы сделали до этого. Сначала садимся боком. Но здесь самый главный фокус, как забраться на стену, да? Так. Так, вот мы слетели с подставки, Лена. Это вы перестарались. Дубль два. Ага, хорошо. Еще ближе садитесь на центральную линию. Прижали. Легли. Ноги вверх. Ноги на стену. Нет, таз не двигаем. Так. Так по пять минут на стену забираемся. А что делать? Ну, заслуженный отдых. Шавасана. Поза мертвого человека. Расслабляемся. Значит, смотрите. Шавасана. Когда вы ложитесь на пол, ложитесь ровно. По коврику смотрите, ровно ли вы легли. Руки чуть в стороны, ладошками вверх. Хорошо разворачиваете плечи. Ноги примерно на ширину коврика. Расслабьте стопы. Бедра. Таз становится теплым. Ягодицы мягкими. Позвольте ногам стать теплыми и тяжелыми. Расслабьте запястья, ладони. Руки мягкие. Мягкий вдох, мягкий выдох. Туловище полностью расслаблено. Затылок мягкий. Лоб разглажен. Ваше сознание пребывает в расслаблении. Мягко выходим из позы. Согните ноги в коленях. Повернитесь на правый бок. Сядьте на одеялки, на которых вы сейчас лежали. На этом наше занятие закончено. Спасибо за практику. Все молодцы. Девушки занимались хорошо. Они очень старались. Чувствуется, что кто-то занимается не первый раз. Но большая часть занимается впервые. Для первого раза это замечательно. То есть делают все хорошо. Слышат. Требуется небольшая коррекция. Но для этого нужно ходить, заниматься постоянно. Елена Ваенга. Российская эстрадная певица. Автор песен. Композитор. Актриса. Первую свою песню «Голуби» написала в 9 лет и стала победителем всесоюзного конкурса молодых композиторов на Кольском полуострове. А настоящая популярность пришла к певице в 2005 году с выходом альбома «Белая птица», в котором было много хитов. «Желаю», «Аэропорт», «Тайга», «Шопен» и заглавная композиция, на которую вышел клип. Певицу Ваенгу мы полюбили пухленькой, женственной, с румянцем на лице. Хотя Елена уже не раз признавалась, что борется со своим желанием лишний раз поесть. С годами стала склонна к полноте. По словам Елены, в юности она была худенькой, потому что за день умудрялась съесть только по одному яблоку и спала на полу. Она вся была в работе. За 10 лет Елена поправилась на 30 килограмм. Перепробовав множество диет, она решила обратиться в Центр снижения веса доктор Барменталь и не прогадала. Раньше, когда Елена уставала, испытывала стресс, что-то шло не так, она могла съесть за день присест, коробку конфет или целый торт. Вообще, Ваенга признается, что она любительница залезть в кровать с кучей еды и покрыться крошками. Результат таких пиршеств не заставлял себя долго ждать. И артистке снова и снова приходилось садиться на диету. Это мой крест, говорит Елена. Тем не менее, она не стремится быть худой и истязать себя. Я бы хотела влезть в 44 размер. Это нормально, учитывая мой возраст, 37 лет, говорит Елена. Теперь ее питание полностью изменилось. Во-первых, она питается регулярно минимум 5 раз в день. Основу ее рациона составляют белки, что позволяет сохранить мышечную массу, овощи, из которых она получает все необходимые витамины, и, конечно, сложные углеводы. Которые являются катализатором расщепления жиров в организме. А также они снижают физиологическую тягу к сладкому до 70%. Сама певица в интервью одной из популярных газет говорит следующее. Я понимаю, что правильнее всего худеть по Барменталю – это самая правильная диета. И ничего правильнее этого вообще нет. Доктор Барменталь умница. В его клинике мне сказали, что мне можно есть все, но только немножечко. А у меня характер такой. Если мне можно все, то я не могу немножечко. Если конфеты, то коробку. Торт так целиком. Я во всем такой человек. Но зато я умею себя сдерживать. Теперь я решила, что все нельзя. У Барменталя похудела на 10 кг. Я ведь послушная, ходила к нему и делала все, что он рекомендовал. О том, как похудеть, думает половина женщин в нашей стране. Я себе и всем советую. Рот на замок. Повесить на холодильник магнит с изображением Дженнифер Лопес. Понять, что торт – это яд. Поймите, можно съесть сколько угодно рыбы, овощей и мяса. Не надо есть сладкое и ни в коем случае не пить сладкие газированные воды. Это не просто вредно. Это очень толстит. К моменту выхода этого интервью Елена сбросила в общей сложности 15 кг. И помог ей в этом спор на деньги со своим директором Русланом. По ее словам, тем, кому сложно садиться на диету и изматывать себя физическими упражнениями, но необходимо сбросить лишний вес, просто нужно поспорить на деньги. При этом сумма спора должна быть солидной. И спорить лучше с человеком не из близкого окружения, а с тем, который в случае вашего отступления не вернет вам деньги. Спорить нужно не с сердобольным приятелем, а с человеком, который точно не вернет залог в случае вашего проигрыша. А в-третьих, на кону должна стоять действительно солидная, а не символическая сумма, чтобы не было соблазно сказать себе, да горя оно все синим пламенем, не жалко. Отрежьте все пути к отступлению. Когда рука потянется к пирожному, просто представьте, во сколько оно может вам обойтись. И сладкого сразу расхочется, делится своим секретом похудения певица. Похудеть в Айенге помог не только спор на крупную сумму денег, но и контроль за рационом питания. По словам Елены, она каждый день записывала все, что ела за день и сколько за сутки перебрала лишних калорий. Но результаты налицо. За 4 месяца она похудела на 15 килограмм и выиграла солидную сумму денег. Что касается спорта, то сейчас у Айенге хватает времени только...